ты не бойся он хороший хоть на нас не похожи не похожи на тебя не похожи на меня просто так похожий парень чернокожий не похожи на тебя не похожи на меня просто так прохожий парень чернокожий доброе утро на канале афрамангу мукбангу очередной мукбанг так чай меня greenfield без песка и полезное блюдо творог сметана сахарный песок песок и изюм такое блюдо миссии сейчас размешаю буду кушать всем приятного аппетита полезный завтрак из холодильника приятного аппетита всем кто завтракает такая булочка для сытности и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 обуви обувь надела еще а потом кроссовки оранжевая да чуть-чуть интересного ничего такого Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 со своим даром комедии смеха и помощи в то время, когда все разрывалось на части в Первой мировой войне и в течение следующих 25 лет, и во время Великой депрессии, и во время возвышения Адольфа Гитлера он продолжал творить, вряд ли какой-то другой человек когда-либо сможет принести больше радости, удовольствия и облегчения в этот момент когда в них так нуждается большинство людей Джордж Бернанд Шоу назвал Чаплина единственным гением, который вышел из киноиндустрии так, биография Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне в 8 часов вечера на улице Ист Пейн в районе Олборта в семье артистов Мюзик Холла вскоре после его рождения семья переехала в Уэст Сквер по Сент-Джордж Роуд в Лэмберти его родители Чарльз Спенсер Чаплин Старший и Ханна Чаплин по сцене Лили Герли были с радыми актерами мать выступала песнями и танцами в различных театрах, в том числе в антерпризе известных композиторов, авторов популярных оперет Гилберта и Салливана незадолго до свадьбы с Чаплином Старшим Ханна родила Сидни Хила единоутробного брата Чарли и от некого еврея по имени Хоукс позже Сидни получил фамилию Чаплин как и у брата отчима и матери после замужества Чарльз Чаплин Старший обладатель приятного баритона был в середине 1880-х годов 1880-х годов, да, простите очень популярен в лондонских мюзик-холлах ему неоднократно приходилось гастролировать в Европе выступал он и в Нью-Йорке в его репертуаре встречались и песенки, сочиненные им самим сценическая карлира Чарльза Спенсера Чаплина Старшего закончилась трагически он начал злоупотреблять алкоголем и умер 9 мая 1901 года в лондонском госпитале Святого Фомы в возрасте 37 лет бабушка по отцовской линии, умершая когда Чарльз Чаплин еще было 6 лет происходило из семьи Смитов, которые принадлежали цыганам чем сам актер чрезвычайно гордится хотя я писал это в своей биографии как скелет в семейном шкафу или очень страшная тайна Чарли впервые выступил на сцене в 1894 году в возрасте 5 лет заменив в программе Music Hollow свою мать из-за проблем с гортанью позже она и вовсе потеряла голос необходимый для певческой работы маленький Чарли сорвал овации зрителей ставших бросать на сцену монетки и купюры он еще сильнее покорил публику начав с детской непосредственностью собирать эти деньги прямо во время выступления после чего вернулся на сцену и закончил песню из репертуара матери на сцене Ханна больше не появлялась в 1896 году Ханна тяжело заболела потеряла рассудок и позже была помещена в психиатрическую клинику на некоторое время своего родного сына и пасынка забрал себе Чарльз Чаплин старший у которого уже была новая жена и сын 4 года младше с его и единокровного брата Чарли впоследствии Сид и Чарли вместе с матерью оказались в работном доме в Ламберте а затем были отданы в школу для сирот и бедных детей они вынуждены были самостоятельно зарабатывать на жизнь еще в конце 1898 года Чаплин поступал в детскую танцевальную группу 8 панкаширских парней интересно что позднее критики назвали фильмы Чаплина фильм фильм балет на рождество 1900 года лункаширские парни участвовали в пантомиме золушка Чаплин в костюме кошки впервые получил возможность рассмешить зрителей весной 1901 года Чаплин уходит из лункаширских полней Чарли редко посещал школу работал продавцом газет помощником врача типографии и так далее он нигде подолгу не задерживался из-за малого возраста в 1903 году он в возрасте 14 лет получил постоянную работу в театре роль посыльного Билли пьеси Шерлок Холмс в это время Чаплин был практически неграмотным когда ему вручили текст роли он боялся что его попросят прочитать вслух несколько абзацев роль ему помог выучить брат Сидни в течение нескольких лет Чарли был актером в варьете с 16 лет регулярно играл на скрипке по много часов в день он брал уроки у театрального дирижера или его знакомых поворотным моментом в жизни Чаплина становится получение 21 февраля 1908 года места актера в театральном предприятии Фреда Карно которая поставляла готовые скетчи и пантомимы для целого ряда мюзик холлов вскоре он становится одним из ключевых актеров в ряде постановок которые из них он позже адаптировал для экрана интересно я ссылочку прикреплю почитайте вот появление образа бродяги рост популярности 1914-1918 годы поначалу Чаплин пытается имитировать довольно грубый стиль синетовских комедий экспромтов однако успех ему приносит именно отход от этого стиля вскоре он стал знаменитым киноактером и начал формировать и оттачивать свой экранный образ поначалу его персонаж Чаэс на съемочных хлопушках в сохранившихся рабочих дублях обозначался как Авинариус Час Чаплин и называет его Чейз выглядел нагловатым жуликом лавеласом однако постепенно в нем появляются все больше человеческой теплоты и лиризма которые зрители привык связывать с образом маленького бродяги бродяга впервые появился в комедии детские автомобильные гонки премьера которой состоялся состоялось 7 февраля 1914 года вместе с тем Чаплин придумал костюм бродяги в фильме для фильма необыкновенно затруднительное положение Мэйбл снятого на несколько дней раньше но выпущенного позже 9 февраля Макс Сеннет попросил Чаплина пойти как-нибудь загримироваться и по воспоминаниям Чаплина в автобиографии это произошло следующим образом я не знал как мне гримироваться моя внешность в роли репортера мне не нравилось по сути постимерной я мгновенно решил надеть широченные штаны которые сидели на мне мешком непомерно большие басмаки мне хотелось и котелок а в руки взять тросточку мне хотелось чтобы в моем костюме было противоречиво все противоречиво мешковатые штаны и слишком узкая визитка котелок который был мне маловат и огромные басмаки я не сразу решил что буду буду ли я старым или молодым но вспомнил что сценарь счел меня слишком молодым и наклеил себе маленькие мусики которые по моему мнению должны были делать меня старше и не скрывая при этом моей мимики одеваясь я еще не думал о том как характер должен скрываться за этой внешностью но как как только я был готов костюм и грим подсказывали мне образ я его почувствовал и тогда вернулся в павильон мой персонаж уже родился интересно ну вот такая вот история правильно Чарли Чаплина вот очень очень много читать так что ссылочку оставлю что не знаю я не знаю что не знаю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставим лайки, пишем комментарии... Задаем вопросы под видео... Здоровья... Счастья, удачи и всего самого-самого хорошего... До следующего мукманка... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...